Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Здесь мы разговариваем про Америку из самого ее центрального штата, штата Канзас. И сегодня я вам расскажу про 5 самых классных городов нашего штата, которые стоит посетить, если вы путешествуете по Америке. Перед началом попрошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал, ведь это все помогает в продвижении моего канала. Все города, о которых я сегодня буду говорить в этом видео, небольшого размера, и на изучение их у вас не уйдет много времени, а займет буквально несколько часов. Так что если вы путешествуете по всей Америке на машине, обязательно их посетите. Первый город, про который мы сегодня будем с вами говорить, это городок Эбелин. Эбелин это очаровательный город в стиле Старого Запада в Канзасе. Он также известен тем, что является родиной одного из президентов Соединенных Штатов, Эдин Хаузера. Тут вы можете исследовать дом его детства, и это также является частью большого комплекса. Вы также можете посмотреть библиотеку и музей. Кроме того, вы можете увидеть впечатляющую архитектуру особняка Сили. И также тут есть очень хороший арт-центр, где можно увидеть различные предметы искусства, созданные индейцами. Один из самых классных аттракционов в этом городе, это возможность прокатиться на самом настоящем столетнем паровом поезде. Поезд отправляется из Эбелина, совершая 10-мильную прогулку вдоль реки Смоки Хилл, и едет в соседний поселок Эндерпрайз. И в этом поселке находится самое настоящее мельница с водяным колесом, она называется мельница Хопмана. И все пассажиры могут выйти и посмотреть на нее, как она перемалывает муку. Далее поезд едет обратно. На этом поезде у вас также есть возможность заказать ужин и насладиться всеми видами, открывающимися из поезда. Этот город находится буквально в двух часах езды от нас. И если вам было бы интересно, чтобы мы туда поехали и сняли видео оттуда, также показали этот поезд, дайте знать об этом в комментариях. Ливенворд. Первый город, когда-либо основанный в штате Канзас, что делает его отличной отправной точкой для изучения этого штата. Город был основан в 1854 году, и по сей день вы можете насладиться его архитектурой, историей, и также найти отличное времяпрепровождение всей семьей. Дорогие друзья, хотела бы также отметить, что это видео выходит только потому, что был такой запрос от вас в комментариях. Так что если у вас есть какой-то запрос, какая-то конкретная тема, чтобы я сняла про это видео в США, дайте об этом знать. Я всем всегда стараюсь отвечать в комментариях. Следующий город это Вомега. Я не могла не включить этот город в этот список, потому что он мне очень понравился. Я уже там была вместе со своим мужем, есть отдельное видео на канале. В этом городе все посвящено волшебнику из страны Оз, и там есть специальный музей, где вы найдете более тысячи экспонатов, которые были использованы в фильме. Также там есть знаменитая дороговая мужчина с желтым кирпичом, множество татошек. И этот город полон настоящего уюта, ощущения сказки. Я думаю, особенно классно его посетить, если у вас есть дети. Если вы еще предварительно посмотрите этот фильм перед поездкой, будет вообще супер. Очень рекомендую его к посещению. Чтобы изучить этот город, у вас буквально может уйти часа два. Он небольшой, но полон магии. Город Линдспорг. Также известен как Маленькая Швеция. Этот город наполон шведской атмосферы, уютом, элементами архитектуры и культуры. Я очень хочу посетить этот город в будущем, так как у меня также был опыт путешествия в Швецию, и Швеция мне очень понравилась. Так что хочется увидеть такой маленький островок Швеции в целом центре Соединенных Штатов. Музей Старой Мельницы это лучшее начало вашего путешествия по городу Линдспорг, и вы также увидите шведское влияние на его улицах. Если вы планируете поехать в этот город, очень классно, если вы это сделаете в октябре месяце, так как у них есть свой местный фестиваль, который называется Вот так вот. И он проводится в этом городе аж с 1941 года. Город Лукас. Его население составляет всего лишь чуть больше, чем 300 человек, тем не менее вы найдете, что здесь делать. Вас точно удивят известняковые здания, Эдемский сад. Также этот город называют центром массового искусства в штате Канзас. Вот такие пять городов в штате Канзас я бы назвала обязательными для посещения. И также я бы хотела узнать ваше мнение, скажите, впечатлили ли вас эти города, хотели ли вы их посетить. Что думаете, пишите в комментариях. Мы обязательно увидимся в новых видео на моем канале. Пока-пока. 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 Пока-пока.